Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Соломона. И сегодня мы находимся в 21 главе, 4 отрывок. Сегодня у нас будет 4, 5 отрывок. И рад вас видеть всех, рад приветствовать тех, кто смотрит нас в прямом эфире с 10 до 10.20. У нас слушает в записи. И вот сейчас появилась вчера идея. Яков Шататин, привет! Надо узнать ее, эту идею, как реализовать, сделать подкаст, чтобы было в вэпле, чтобы было. Знаете, подкасты есть в вэпле, в гугле, везде есть подкасты. Нам нужно сделать аудио, чтобы эти уроки были подкастами. Яков Шататин вот узнает сегодня, как сделать подкаст. Если вы знаете, пожалуйста, подскажите Якову, как нам сделать так, чтобы эти уроки появились в подкастах. Удобно было слушать их в машине, везде. Да, Миша Комиссарук, всем привет! И, слава Богу, нас уже смотрят в прямом эфире 300 человек. За день смотрит несколько тысяч человек. И в подкасте, если это появится, то будет в день 10 тысяч человек слушать мудрость царя Соломона, мудрость Торы, приближаться к Богу, это будет великое большое дело, которое точно спасет мир от коронавируса и от всех других неприятностей. Хорошо. 21 глава. Говорит нам царь Соломон в 4 отрывке. Говорит в 4 отрывке нам царь Соломон следующую идею. Это, опять же, напомню, это пророчество. Царь Соломон был мудрейший из людей, который получал от Бога пророчество и его интерпретировал, его говорил на языке понятным людям. Но из-за того, что это было 3000 лет назад, то сейчас мы пытаемся с помощью современных более примеров и метафор понять, что он имел в виду. Например, в 4 отрывке он говорит Значит, вроде слова всем понятны, да? Румы и наем это поднятые глаза, урахав лев и широкое сердце. Что он имеет в виду? Поднятые глаза, широкое сердце, нир, решаим хатас, плуг злодеев, грех. Как тут поймешь? Вот я, например, уверен, что большинство наших слушателей плуг вообще не видели. Моя дочка точно плуг не видела и ни разу не видела, как, и уже, наверное, и не увидит никогда, как плугом пашут землю. Как лошадь, плуг, лошадь. Представляете, или ослик такой, или бык, в плуг за его запрягали. И шел дальше человек, такая плуг, это такая, ну, когда-то это была деревянная штука, потом металлическая, такая специальная кривая, такая металлическая штука, как ладошка, которая вот так вот она шла по земле, и вот так вот землю она поднимала землю. Плуг. Кто видел плуг? Никто не видел плуг. И непонятно, что значит четвертый отрывок «Поднятые глаза, широкое сердце, плуг злодеев, грех». Объясняют нам комментаторы, конкретно Малбим, объясняют вам такую вещь, что человек, человек, он состоит из, ну, это мы знаем тоже, да, лев, когда говорится сердце, это имеется в виду подсознание, это весь набор, который внутри у человека, в его долговременной памяти набор его ценностей, убеждения, принципы, цели, воспоминания и так далее, все это вместе называется сердце. Одним словом, сердце. Много мыслей в сердце человека, это в подсознании, человек же спит, у него же есть все его мысли, где они хранятся, а замысел Бога, он исполнится, решение какое-то бах, человек решил, оно начинает исполняться. Теперь, говорит нам царь Саламон, когда мы видим человека, и у него поднятые глаза, поднятые глаза, здесь надо понимать, что люди, люди в то время очень были структурированы, как были, как касты, да, вот как в Индии были касты, также в обществе того времени были очень четко разделены касты, да, как рабы, рабы самые бесправные, раб, он вообще вот так ходил, в землю смотрел, человек обычный, он смотрел тоже так, в землю особо глаза не поднимал, а кто смотрел вверх, вверх смотрели люди гордые, вот он вот так, знаете, как сейчас даже тоже показывают, человек, который гордый, он как ходит, он вот так ходит, вот такой вот он ходит, типа, голову задрал, так говоря, да, в современном мире, что ты голову задрал? Значит, когда у человека поднятые глаза, это значит, что он гордый, он такой гордый, он очень о себе высокого мнения, то есть он думает, вот я молодец, думает человек. Теперь, что такое широкое сердце, раха в лев? Значит, есть такие люди, которые все хотят, вот они все хотят, да, у них сердце такое широкое, что они прямо в, я помню, когда-то я был знаком, близко знаком с одним очень богатым человеком, который был, ну, очень богатый, и он, значит, ну, был там, сотни миллионов долларов у него были, и было у него, и он не останавливался, он никогда не останавливался, он все время работал, работал, встречался, еще, еще, и как-то он сидел, смотрел так на Средиземное море, а его другой помощник, один советник, ему говорит, а я, говорит, знаю, чего вы не радуетесь, он говорит, чего, он говорит, вот человек, там, я, например, говорит, на море смотрю, я просто смотрю море, любуюсь, а вы на него смотрите, и хотите его купить, то есть, он так сформулировал, вот это понятие, широкое сердце, это как, это не широкое, доброе сердце, имеется в виду, а есть люди, которые все хотят купить, забрать, купить, получить, они такие, мало ли им объясняют, это те, у кого много вожделений, значит, говорит, в этом отрывке царь Соломон, что есть люди, которые очень о себе высокого мнения, есть люди, у которых очень много хотят, они, у них прям большие вожделения, и плуг, злодея в грех, имеется в виду, что, когда царь Соломон говорит слово плуг, он имеет в виду свойство ума, которое есть у людей умных, умных, которые глубоко копают, которые не поверхностно смотрят на мир, а которые смотрят на мир глубоко, так вот он прям вгрызается, как плуг вгрызается в землю, также есть люди умные, очень умные такие, работящие, которые, которые они, ну почему они злодеи тогда, а вот здесь опять мы приходим к тому, что кто по Торе называется злодеем, кто в как бы в мировосприятии царя Соломона злодей, злодей и праведник, это понятия, которые определяются только взаимоотношением человека с Богом, потому что есть человек, который, например, там нацисты и махшмам, чтобы стерлось их имя, они были часто вегетарианцы, они были такие очень законопослушные граждане, но при этом они были убийцы, то есть у них с Богом, у них не было взаимоотношений, то есть у них, значит они были злодеи, теперь если человек злодей, вот сейчас будет у нас Роша Шана, Роша Шана, день суда, когда будет определяться, человек праведник или злодей, так как это определить, крошка сын к отцу пришла, пришел и спросил от Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, по Торе добро, это то, что Бог назвал добром, зло, это то, что Бог назвал злом, если человек в принципе говорит, а Бога-то нету, нет того, кто назвал добро добром, а зло злом, он автоматом становится злодеем, и не важно, что он в этот момент может там, я не знаю, гладить собачку, он в это время может там нюхать цветочек, он может в это время, когда он говорит, что Бога нет, он может быть веганом, там или тем угодно, он злодей, потому что он, то, что является источником добра, абсолютным добром, аксиомой добра, это Бог, и то, что Бог назвал добром, он отрицает, теперь, и не важно, какой он при этом умный, не важно, какие он при этом говорит красивые слова, вот этот плуг злодеев, он грех, он по-любому грех, потому что изначально его намерение, его мировоззрение, его суть на земле, если он себя отрицает от Бога, он злодей, представляете, такая вот интересная вещь, Раиса Васильевна, доброе утро, да, и вот, значит, это был четвертый отрывок, теперь пятый отрывок, давайте разберемся, да, то есть четвертым, давайте подведем итог, что, а интересно тогда здесь, нам теперь понятно, становится, почему царь Соломон привел именно эти два параметра до того, как нам объяснил, что любая, любая мысль, злодея это грех, почему он вначале сказал, поднятые глаза и широкое сердце, есть мишна в Пертея, вот, она говорит нам следующую вещь, сказал ее, сказал ее эту мишну, сейчас я скажу, а есть мишна Айнара, Ецарара, Восената бьет, вот сейчас, сейчас, таава, вэковод, вот это я не помню, сейчас, да, смотрите, есть там такая мишна, там говорится так, что, что-то, вот у меня первое слово вылетело, таава, вэковод, мацимы, Адам Минаулам, и вот, таава, это вожделение, стремление к почету, и, а вот первое, я не помню, не помните, таава, вэковод, мацимы, Адам Минаулам, вот три вещи, но первую я забыл, кина, таава, кина, правильно, мне жена подсказывает, молодец, зависть, вожделение и почет, стремление к почету, человека выводят из этого мира, правильно, кина, таава, вэковод, мацимы, Адам Минаулам, и получается, смотрите, румы, наем, высокие глава, это стремление к почету, он идет, он стремится к почету, широкое сердце, это вожделение, а зависти в этом отрывке нет, но зависть, это когда, это причина того, что ты хочешь забрать у другого, и ты, да, вот Яков тоже, Шатадин подсказывает зависть, и ты ненавидишь других людей, все это вместе делает человека злодеем, и как бы глубоко он ни копал, так как намерение само по себе его, это вожделение, удовлетворение своих животных, каких-то вожделений, стремление к почету, типа, я самый главный, и зависть, этот человек уводит с этого мира, все, с четвертым отрывком мы разобрались, пятый отрывок, а пятый отрывок, царь Самон теперь нам говорит, а что делать-то, то есть есть, тут он говорил, что не делать, не быть высокомерным, не быть, бальтовод, это тот, кто, ну вот он стремится все время только к удовлетворению вожделений, и изначально, вот на самом таком вот глубинном уровне, не быть злодеем, а быть человеком, который стремится к Богу, верит в Бога, и верит в то, что Бог установил, что такое добро, и что такое зло, значит, пятая, пятый отрывок, макшивот, харуц, лимутар, значит, мысли, харуц, харуц, это прилежный такой работяга, и все его мысли, этого прилежного работяги, ах, лимутар, они, все мысли настроены на прибыль, как получить больше прибыли, это как бы мысли, мысли, макшивот, харуц, мысли прилежного такого работяги, они только его ведут к прибыли, выколь эц, ахли махсор, а каждый, кто торопыга, спешит, он ведет к убытку, к нужде, значит, здесь царь Само нам дает совершенно другое, уже как бы, другая концепция, он нас переводит сейчас в мир, в мир действий, и вот человек разобрался со своей идеологией, в четвертом отрывке он понял, не надо быть, не надо понтоваться, не надо быть высокомерным, не надо быть, строить свою жизнь, все время гнаться за вожделениями, не надо быть злодеем, все, с этим мы разобрались, вот у человека с идеологией, все нормально, а что делать-то? И нам царь Самоан говорит в пятом отрывке, мысли прилежного человека, они его ведут к прибыли, значит, вторая глава в Пертьевод, там начинается она с того, что Яфет Алмут Тараем Дерехерец, прекрасно изучение Торы совмещать с работой, Дерехерец это работа, шейдиадшны, когда ты трудишься в этих двух направлениях, то есть ты учишь Тору, и ты работаешь, в мешаках это вон, это забывает грех, то есть у тебя нет времени грешить, и ты не думаешь про грех, значит, о чем должен думать человек, вот он уже для себя определился, все, я за Бога, я за добро, я, значит, против высокомерия, я против, ну, не ищу славы, не ищу почета, я, значит, не ищу вожделений, вот этих всех постоянно, знаете, есть люди, вот они, все время они, они еще поесть больше, вкуснее, больше, вкуснее, у них вся жизнь вокруг вот этой вот еды, и каких-то еще удовольствий, но когда ты уже с этим разобрался, ты понимаешь, что я это не делаю, а что делать, и говорит нам царь Соломон, хороший практичный совет, мысли человека прилежного, они для прибыли, чем заниматься, работать, взял, проснулся, поучил Тору, потом и давай трудиться, трудиться, работать, зарабатывать, если ты не знаешь, как зарабатывать, учиться, это твоя тогда работа, поучился, поработал, поучился, поработал, вот, пожалуйста, махшивот, харутс, ахли мутар, все мысли человека прилежного и работяги, они как заработать, это не запрещено, хорошо, это очень прекрасно, ты работаешь, зарабатываешь, часть денег, отдаешь нуждающимся, тем, кто изучает Тору, на улучшение мира, ты довольный, счастливый человек, который заработал, и, значит, всем помог, кому надо помочь, и прекрасно себя чувствуешь, правильно? Теперь, а кто такой, но тут он нам дает предостережение, он говорит, выколь эц, ахли максор, но если ты, торопыга, и ты такой, все, побежал, все, я сегодняшнего дня начинаю работать, только работать, поработал, и опять, бах, упал, и сериалы смотреть, то есть, не надо быть торопыгой, надо быть человеком, который системно, грамотно подходит к своей жизни, и, то есть, он подходит к своей жизни, именно рассудительно, а как подходить к жизни рассудительно, для этого нужно советоваться с умными людьми, умные люди помогут поставить, составить план развития, ничего быстро не делается, тот же, тот же, как бы, пример, если мы возьмем с плугом, из прошлого, люди в прошлом понимали, что быстро ничего не бывает, они там дом строили, 20 лет, целое поколение, то есть, своими руками складывали, иногда там большие стройки, 2-3 поколения, достраивали какой-то объект, да, большой, если это пирамида какие-нибудь, дальше, если человек, он просто хотел покушать, да, он понимал, что просто покушать, нет такого просто покушать, ты вначале, спаши землю, потом посей, потом за ней ухаживай, а потом собери урожай, то есть, люди понимали, что быть торопыгой нельзя, вот, пятый отрывок, нам дает схему, как правильно жить, то есть, наполнить свою мысль, как создавать, да, вот этот вот момент, мотар, это создание, мотар, это, например, дополнительная, добавленная стоимость, да, то есть, человек думает, как же мне создать добавленную стоимость, да, как мне принести пользу, вот я взял, например, там, зерно, вот у меня есть зерно, как мне создать добавленную стоимость, А я его сейчас сделаю из него муку, из мути сделаю тесто, из текста сделаю коржи, намажу кремом, вот будет торт, было зерно, а стал торт, значит добавленная стоимость, и торт уже можно продать, если килограмм зерна стоит там, я не знаю, 2 доллара, то килограмм торта стоит 20 долларов. Вот уже в 10 раз, в 10 раз, а добавлено кроме зерна дополнительных продуктов на 5 долларов, например, да, получается ты взял килограмм зерна, плюс на 5 долларов ингредиентов, 7 долларов, и у тебя получился из килограмма зерна, не килограмм торта, вообще можно сделать 5 килограммов торта и продать по 20 долларов, это 100 долларов получится, представляете, из 7 долларов сделал 100 долларов. Человек думает, ну шикарно, значит, сделал он, взял зерно, день поработал, сделал торт, на следующий день он думает, а как же этот торт-то продам? Он говорит, все отлично, всем дал детям вокруг 20% за продажу, вот они продают там эти килограммы тортов, продали, заработали тоже денег за то, что они продали, и у него получилось, прибыли там 50 долларов, ну отлично. Он тогда думает, опять, макшивот харуц ахли мутар, мысли человека прилежного ведут его к прибыли, он думает, так, отлично, хорошо, а как еще заработать? Он думает, а я сейчас сделаю курсы для детей, курсы для детей сделаю, как печь торты, я их научу, что значит макшивот харуц ахли мутар, что значит мысли прилежного ведут к прибыли. Он берет и следующий день говорит детям, не детям, их родителям, смотрите, я сейчас научу ваших детей зарабатывать, заплатите мне за ребенка по 5 долларов, значит я научу их торты делать. Все, заплатили ему родители довольны, он детей научил торты делать, заработал уже только за уроки 20 детей по 5 долларов, за день заработал 100 долларов с того, что их обучил, и еще они потом продали, тортов-то напекли много, они еще тортов этих продали не 10 килограмм, а 100 килограмм тортов продали. И значит, вот это называется мысли прилежного, они его ведут все время к мутар, это к прибыли, к добавленной стоимости. Понятно, да, идея? Вот так, или же о чем люди думают, а если он об этом не думает, мол, же не останавливается, он думает о предыдущем отрывке, как ко мне относятся, как бы мне больше получить там внимания, как бы мне больше вкуснее поесть, но тогда он должен, что он должен сделать? Он должен тогда где-то взять деньги, чтобы купить эту еду. И говорит нам царь Соломон, все, если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, думай, ты должен о том, как получить добавленную стоимость. Все. Значит, мы сегодня выучили 4 отрывка. Не быть высокомерным, не быть человеком вожделений, не быть злодеем, опять же, не жить в идеологии, в которой нет Бога, и нет добра, и нет зла, или ты сам выдумываешь, что такое добро или зло. Если ты сам выдумываешь, это и есть злодей. Тот, кто сам выдумывает, что такое добро и зло. И пятое. Мысли прилежного ведут к прибыли, но прилежный это не торопыга, а тот, кто просто думает о прибыли. А всякие опрометчивые, он спешит к нужде, потому что он будет разбиваться, ошибаться и так далее. Все. Удачи, успехов. Всем прекрасного, хорошего дня. Идем учиться, работать и учить Тору, учить профессии разные, и все будет хорошо. Все. Всем удачи, успехов. Хорошего дня. Продолжение следует.